Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 судам Санкт-Петербурга и Ленинградской области о том, чтобы снять ограничения по двум суммам, которые были выставлены метрострою в виде долговых обязательств. Значит, это 788 миллионов рублей перед налоговой службой. И было еще требование к метрострою от банка Санкт-Петербург. Там тоже снято ограничение, это на сумму 518 миллионов рублей. Значит, вот те деньги, о которых я сказал, 469 миллионов рублей, значит, часть из них, 197 миллионов рублей, ушла в оплату требований Лен-Метро-Гипротранс-Института, которому метрострою должен заправить документы. Значит, мы не смогли снять ограничения с этой суммы. Все остальные деньги, 11 миллионов, это я говорю о банке Санкт-Петербург. Два банка переведены, в Санкт-Петербург и в Россельхозбанк. Значит, вот в банк Санкт-Петербург переведено 239 миллионов. Значит, 197 миллионов, значит, ушло в оплату Лен-Метро-Гипротранс. Значит, остальные деньги остались на счетах банка, и они будут выплачиваться, значит, по решениям комиссии по трудовым спорам, которые будут предоставлены в банк судебными приставами. Эта сумма сейчас в банке Санкт-Петербург составляет 11 миллионов рублей, на которые есть решение по КТС. Значит, вторая сумма 230 миллионов рублей, она направлена в Россельхозбанк. Из этой суммы 142 миллиона будут выплачены в виде погашения задолженности перед рабочими. Остальная сумма остается на счетах Россельхозбанка. Почему эти деньги остаются сейчас в банках, как бы, свободны? Потому что, как оказалось, в банках, в судебных приставах, из подрядных организаций, которые работали с Метростроем, не представлены решения комиссии по трудовым спорам на выплату задолженности. Почему это не было сделано, я не знаю. Хотя, вот как говорят представители городской прокуратуры, заранее, еще в середине декабря, были оповещены все руководители строительно-монтажных управлений, что такие заявления от рабочих необходимо принять, оформить и представить их на рассмотрение судебным приставом. Мы сейчас договорились с рабочими о том, что те, кто не писал заявление, они должны будут обратиться к своим руководителям и такие заявления подать, для того, чтобы была по ним произведена оплата. При поступлении такого заявления город будет дофинансировать при необходимости эту сумму, и таким образом будет выплачиваться задолженность по заработной плате. Это на сегодня единственный юридически выявленный путь, которым город может воспользоваться. Что касается вопроса о том, можно ли было сразу погасить долги перед Метростроем, я хочу сказать, что это сделать невозможно, потому что у Метростроя очень большой объем денег, который на сегодня находится в банках по требованию Федеральной новой службы либо других субъектов, организаций, либо банков, у которых брали кредиты и так далее. То есть, если мы сегодня перечислим те деньги, которые мы могли бы перечислить Метрострою, то они бы были списаны в интересах других мест. Ну и еще хочу добавить, что если Метрострой будет предъявлять объемы работ по всем объектам, на которых он сегодня работает, город будет их выплачивать. Деньги для этого есть. Но, к большому сожалению, Метрострой не может предъявить к оплате те объемы, которые мы от них ждем. Поэтому у нас есть задержки с вводом станции в эксплуатацию. Что делать, чтобы такого не повторять? Ну вот сейчас это такой, знаете, урок очень серьезный для всех. И для Метростроя, и для города. Я думаю, что будет как-то кардинально пересмотрен вопрос контроля за работой Метростроя. Каким образом он будет осуществляться, я вам сейчас не скажу. Это вопрос для обсуждения и для проработки. Вы понимаете, что это позор для города, вот эта ситуация? Значит, город на сегодня никакого позора за собой не чувствует. Я вам хочу сказать, вы не задавайте эти вопросы и не говорите утвердительно. Все деньги, которые необходимы для строительства метро, они у города есть. И город оплачивает только те объемы, которые ему предъявляются. А использовать средства нецелевым образом, это уголовное наказание. Могли бы еще раз повторить? Будут дела заведены, уголовные дела заведены. Через две секретари. До свидания. Будут уголовные дела заведены? Не я и Шаш, а еще где уголовные дела? Я вам удаваю, что-то еще. Город деньги так просто не отдаст. Товарищи, кто готов выступить? Пожалуйста, давайте скажу. Вот сейчас. Может кто-то еще останется поговорить? Канал этого есть? Давайте, давайте поговорить. Рассказывайте ваши ощущения. Город очередной раз не хочет рассчитываться. С обещанными договорами. Они валят на метрострой, метрострой валит на город. Начинают говорить, что там бывший, там был губернатор Полтавченко и был у него зам Малдин. Там договора были одни, там договоры были, там как говорится, все решалось. Сейчас пришел новый губернатор, новый вице-премьер, как говорится, вице-губернатор. И вот они валят и начинают. То есть сперва он предлагает, что даст сумму, выплатят деньги. Теперь метрострой должен, хотя, что не выполнил там планы, ну как говорится, и объемы эти работы. А нас же в свое время снимали с тех же станций, чтобы как мы могли выполнить эти объемы, если нас снимали так же само и с одной линии, как с Дунайска, вот это где строили славы, кидали на стадион перед строительством стадиона, это такие были, извините, это как и деньги оттуда с ней, и рабочие, и рабочие здесь не работали. Мы объемы, как могли мы осилить эти объемы, если у нас было? Нам сроки поджимало все и делали. Объясните, а что за ситуация такая, что надо писать какие-то заявления, чтобы деньги? Это что? В общем, да, получается по трудовым спорам, ну как говорится, перевели деньги, ну как-то у них есть деньги, переводят. Сейчас долгов у метростроя, там наподобие гипропроекты и всякие, но они приставы, там суд подали. То есть прямо вам деньги не выпустят, вы должны написать заявление, все, кто не написал, должны дописать, теперь должны сидеть, люди должны ночью сидеть сейчас, подготовить эти документы, счета выложить, сколько должны каждому, приготовить эти документы, выдать, как говорится, подать на рассмотрение, рассмотрятся эти, вот это все, потом подать в банк или там этим приставам, они рассмотрят приставы, и потом только дадут, и вот сами представьте, сколько это времени еще затратят. И разговор идет о 50 тысяч месяцев, да? Да, да. То есть только о 50? Да, вот так. А как у нас сейчас сумма задолженности? Ну как, у нас задолженность за сумму 11, вот 3 месяца. А общая сумма задолженности 480 миллионов. А, грубо говоря, так у людей, получается, да, людей по 50-60 тысяч, это на заработки, извините, проходчика. Это не очень большие заработки при нашем отбойный молоток, все осталось 80-70-е годы, вы поймите одно, то же оборудование осталось, та же самая лопатка, тот же отбойный молоток, та же самая грязь, и работа, как говорится, адская. Ну, плохое все. И, ну ладно, еще проходчикам, у нас же еще в большинстве, ЭТР тоже не получают, но ЭТР тоже не получила, они совсем не получили. Нам хоть там выдали бригаде, как говорится, 60 человек там выдали, чтобы которые были внизу и там бастовали, вот выдали, ну, вроде как, подачку, и сейчас на нас косо смотрят другие, другие там это. И так же сам, у нас есть соплуживший персонал, мигцех там, душевые, которые, женщины сидели, у них вообще заработок 10 тысяч. Вот она моет за нами, мы приходим, она вот это моет полы, вот грязь убирает, приходит проходчик в грязных сапогах, вот это все. Она моет. И 10 тысяч этих не выплачивали еще до сих пор, вот за три месяца. А ночные платят вам? Ночные, ну, платят, ну, как там. А сколько процентов у вас ночных? Там, ну, это какие, ну, за месяц у нас получается, вот, грубо говоря, две недели, там, три недели ночных, это получается около двух, трех тысяч. Хорошо, а профсоюзы есть такое понятие, как профсоюзы? У нас уже нету их. Скажите, пожалуйста, а вот задолженность в восемь трех месяцев, да? Почему ПИК заболевает, почему все это? А нам все обещали, говорили, говорили, мы верили, мы верили, мы верили. Как говорится, бывает, вот, вы сами, знаете, иногда обещают, обещают, веришь, веришь, а когда уже прижмут, там будет еще Новый год. Они снимают, ну, люди, дети, вовсе, вот, 300-400 рублей за должность, вот, по квартплате, эти, какие, все ипотеки, все, вы там, прижимаете, и вы знаете людей. Я не стою по ПИК, вы не стоите по Союзу, я не стою по Союзу, а Союз Санкт-Петербурга, Союз Санкт-Петербурга, она также выдавала вопрос. Ну, не работает, на самом деле, не работает. Ну, а, ну, он не работает, Ваня, он есть, он пытается бороться. А есть у него координаты какие-то, можно на это вычислить? Вот, надо, вот, нужны координаты ваших, активных товарищей. Мы конкретно работаем, мы вдвоем, Рабочая партия России, мы не журналисты, я врач. Это вот просто сейчас, я просто, мы Рабочая партия России, мы не относимся к никакой депрессии, ничего. Мы хотим вам конкретно помочь, понимаете? Может, дадите этого профсоюзника? Мы хотим конкретно помогать. Узнайте, как они работают и что, куда они, как бы, деньги получают, за что деньги получают. Чего я буду узнавать? Понимаешь, я врач, вот мне завтра на смену на сутки идти. Как я буду? Мне просто поговорить с человеком, чтобы хоть как-то, хоть какой-то план мероприятий, понимаете, с точки зрения... А, узнать, как бы, это получается, да? Да, да, да. С ним поговорить. У нас, обычно, планы мероприятий, они бывают летом. Ну, сейчас ему, как бы, не получается. Может, какие-то соревнования там будут? Соревнования. Ну, это трудовой договор, а коллективный, вот у вас 2 тысячи человек. Нет, у нас сразу... То есть вы не понимаете, да, о чем даже речь идет? Я знаю, о чем ты говоришь, но последние 10 лет я в профсоюзе не состою, и в них надежды нет. Ну, вот это такой профсоюз, на который надежды нет. А можно же организовать свой рабочий профсоюз? Ну, есть какие-то... Есть какие-то активные ребята, готовые... Боятся у нас очень много людей, боятся того, что очень много подсоединенного возраста люди. Я не понимаю, что никуда они могут... Я не буду за эти копейки. Боятся, когда один бузотер какой-то вылезает, он, конечно, ему страшно, ему могут болеть. Есть ситуация, самые громкие, кто больше всего говорил, всегда в процессе забастовки, в процессе митинга. Они здесь не оказались, их нет. А те, кто меньше всего говорил, они здесь присутствовали. Опять же, у нас, в наше управление, оба единицы, люди здесь. Многие мы приехали со смены. Ну, вы можете мне, там, профсоюзник, хотя бы дать телефон? Я не могу. Нет? Да, просто. А, ну да, да, нельзя личные данные. Нет, мы не для публикации, просто... Нужны контакты людей, которые, ну, хотят изменить эту ситуацию. Может, это? Мы знаем, как. Вот. То есть, это уже будет, так сказать... Не слышали никогда там профессор Попров, там, рабочая партия России, печок Гоблина, ничего такого. Не слышали? Нет, нет, нет. Просто контакты, мы хотим просто реально помочь. Не интервью брать, а конкретно помогать. Посмотрите, вам на профсоюз, получается, вы не надеетесь? На что вы? На благосклонность? Просто вы высшего начальства, надеетесь, там, администрации города? Большинство от нашего управления появилось только то, чтобы мы получили за то, что мы отрабатываем. Вот мы за свои деньги ваем, потому что, на самом деле, был поднят вопрос, что дети задают тебе в магазине бабку пьетку, а ты не можешь. Это понятно. Работяги не могут на работу, если бы у них денег. Но этой ситуацией же у вас уже тянется уже много времени. А изменить ее кто может? Организованные действия рабочих. Но это нужно не отдельный бузахер должен выступать. Его уволят, конечно. А когда коллективом? Коллективы, вот уж умирали, но они все. Они все подписали. Вот хотелось бы, вот, так сказать, о том, как не допустить такого в будущем, как организовать рабочих, на какие действия, чтобы это были победные действия. Вот, мы хотим предложить вам выйти на контакт с нами. Мы не прячемся, именно рабочая партия, а не какая-то. Мы никем не финансируемся, мы помогаем рабочим. У нас просто есть специалисты, у нас, допустим, есть профессора, которые организовывали докеров порта Санкт-Петербурга, победные забастовки. Когда они увеличили зарплату до 100. Есть знания, есть опыт, умения. До 100 тысяч. Вот они организовывали забастовки диспетчеров, подняли зарплату до 230 тысяч. Это все реально, это все наша страна. То есть речь о том, чтобы начать просто говорить об этом. И вот активных ребят ваших, если дадите, так сказать, контакт. Я с НТВ работаю, я вчера прослужил, 3 минута. Я вам могу только вот рассказать, что там вопросы, которые нужно задать, я вам ответил. Все, я понял. Ну, все равно подумай о коллективе. Может получится, дай кому-нибудь заинтересованному. Мам, человек, он не пришел. Он задал наверху, задает вопросы оставшиеся. Потому что еще немного, ну, немногие люди спустили сверху. Некоторые управления уже там находятся. И там решают нефть вопрос о том, что нам заставили КТС писать документ индивидуальный, который будет приниматься. Не может быть чудо, если будут у нас вышестоящих руководств, точнее, непосредственно, как наши будут без кого работать и тому подобное, но будут выплаты за извинения. Это, опять же, это вопрос. Ребята, которые уже давно должны были получать расчеты, они до сих пор его не получили. Их запишки за два не месяца. Без расчета, люди уходят от некоторых управлений, потому что есть. С сентября многие управления, они получают. У нас вот после вчерашнего, сегодняшнего, начали в части 4-х, перекрыли, но не все. Я вот работаю в бригаде, здесь 14 человек, получил его 8 человек, а у меня еще не получили свои деньги. Слушайте, вопрос следующий. Мы представляем фонд Рабочей Академии, Рабочая партия России. Слышали такое? Профессор Попов, мы никогда не слышали. У тебя не осталось визитки? Осталось. Дай, пожалуйста. Смысл какой? Мы Рабочая партия России, мы не журналисты. Я конкретно врач со скорой, мне завтра на сутки выходить. Мы сюда приехали, чтобы вам каким-то образом помочь. Каким образом помочь? Мы поняли, что вам не выплачут зарплату, у вас хаотичное движение, профсоюзы нет. Город формально не принимает работу в метрострою, поэтому наши счета задержаны прокуратурой. Дело не в этом, вам не выплачут зарплату. Нам не выплачут, нет, ее не выплачут по какой-то причине. Эту причину нужно устранить. Город делает так, что рабочие просто не будут получать свою зарплату. В этом и заключается путанка, понимаете? Вас путают. Вам начинают говорить, вот у них там и этих денег нет, и у этих, и этих денег нет. Это вас не должно вообще касаться. Понимаете? Вот эти люди, которые вам не платят деньги, это уголовное преступление. За это сидят в тюрьму. Вы подали, например, на кого-нибудь, чтобы... Вы, смотрите, первопричина проблемы, это не мой работодатель. Работодатель не платит мне деньги по причине того, что ему не переводят на счета средства. Вы не должны вникать в это все. Что значит, я не должен в это вникать? Я завишу от своего работодателя. Работодатель со мной ведет диалог. Зачем не портить отношение со своим работодателем, если я знаю первопричину проблем метростроя? Зачем это делать? Правильно? Зачем создавать проблемы? Все, я вас понял. Давайте таким образом. Смотрите. У вас есть визитка. Это визитка по полу. Посмотрите, в интернете очень профессионально подожди. Давай с другими. Мы реально хотим... Смотри, выходит толпа. Вы так сидите. Ну, надо же, что-то делать. Я рабочий интерфей, конечно. Надо, что-то делать. Ну, понимаете, я понимаю, вы сейчас, ну, вот, как бы, откидываете, считаете, что я не прав, тому подобное. Я не сказал, что вы не прав. Ну, я не про это. Давайте вместе пообщаемся и решим, что делать. Мы реально знаем, как помогать. Ну, объясните мне, пожалуйста, как. Ну, понимаете, есть Трудовой кодекс Российской Федерации. Как только вам два недели по этому кодексу не выплатили зарплату, вы уже имеете право. Люди, которые не выплачивают зарплату и ответственны за это, они конкретно подлежат уголовной ответственности. Ну, у нас такая проблема. Понимаете, что работодатель, он ведет переговоры с городом, но, к сожалению, никаких результатов положительных эти переговоры не привели, понимаете. Как-то должны, как-то, город же заказывает у нас строительство объектов, правильно? И он заинтересован, он должен. Нет, такая ситуация, он должен быть совершенно заинтересован, чтобы эти объекты были построены. Но, видимо, город заинтересован в чем-то другом, я не знаю в чем. Ну, проблемы, как говорят, что пытаются решить, но... Но вас просто путают. Просто, я идеально... Им выгодно вас путать. Конечно. И рассказывать всем, кто вот это не будет. Мы-то понимаем, что нас путают. Мы пытаемся с этим бороться. Но просто, если не договариваются, а поступают законы и, грубо говоря, подавают друг на друга в суд, дело почти только... Вопрос в чем-то другой. Насчет профсоюза, что у вас? А с профсоюзом? Такая ситуация происходит. Почему там постоянно притесняют рабочих метростроев? Потому что нет профсоюза. Мы делаем свою работу. Я прохожу четверо из ряда, я строю метрополитен. У меня не всегда находится свободное время, чтобы заняться общественным делом. Правильно? Правильно. Правильно. Но пытаемся сделать все, что можно. А профсоюз? Профсоюз работает. Ну, профсоюз объединяет вас. Он ведет вас на борьбу. Он же не должен раздавать путевки. Он должен что-то за вас решать. У вас же есть какой-то освобожденный работник, да? Профсоюз... Он освобожденный у вас работник? Кто? Ну, вот этот профсоюзный лидер или кто у вас здесь? Есть, вы знаете его в лицо, кто это такой? Да, знаю. Их сколько? Один, два неосвобожденные? Отлично, я не могу знать. Ну, назвать, какого они... Есть у нас профсоюз, да, в организации нашей. Хорошо. Вот этого профсоюзника, главного, вы знаете, в лицо? Да. Он освобожденный? Ну, в смысле, он работает так же в шахте? Нет, нет, нет. Он полностью освобожденный. Хорошо. Что он делает вот сейчас в данной ситуации? Вот он сегодня был вместе с нами на совещании и общался с нами. Он еще там? Он там еще находится? Ну, я, как-то не знаю, но, скорее всего, уже нет. Но совещание закончилось. То есть там его уже нет. И завтра приезжайте, завтра вот обещали в 5 часов. У меня завтра смена суточная. Понятно. Александров Андрей, маршетер СВО, 11 метрострой. По зарплатам вопрос решился следующим образом. На данный момент компенсировать нам зарплаты город и компания не могут физически. Мы должны сейчас все коллективно через организации писать заявление в Комитет по трудовым спорам на свои задолженности. И они будут в ближайшее время разбирать. И только потом смогут выплатить зарплаты. Город на это выделил порядка, там, сказали, около 150 миллионов. И будут якобы выделяться деньги еще. А сколько должны вам лично? И сколько уже выплатили? Выплатили, еще ничего не выплатили за должность. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Порядка 300 тысяч зарплаты, включая отпускные. Как бы срок исполнения, но обещают в течение двух недель справиться. Но вопрос как бы остается. Нерешенный вообще. Вы написали задолженность? Еще нет. Вот сейчас будут писаться заявления. Ну, как бы не коллективно, а от организации на весь список штат сотрудников. На задолженности поддаваться в комитет трудовых сборов. А вот сказали, что считаем, это расстрой просто заблокировано. Вроде как сейчас часть там средств разблокировалась. Какие-то суммы, вот, скажем, заморожены. Вот так, вот именно на эти выплаты. То есть, как раз, чтобы не в налоговую все ушло, да, за долги, а как раз для вас? Ну, да. А могли бы я сказать, что часть денег была заморожена для выплаты? Часть денег была заморожена, оставлена для выплаты именно по трудовым сборам. Сумма пока небольшая. И обещали ее дополнять. Ну, в течение двух недель, да? Как будут справляться судебные приступы, да. А как вы поняли, почему именно таким образом вам выплачиваются деньги? Ну, так объяснили, что на данный момент это единственный способ выплатить нам наши задолженности. только через комитет по трудовым сборам. Потому что выделенные деньги, авансы там, они уже все потрачены. И новые, как бы, ну, выделять деньги за выполненные работы пока не могу. А сколько примерно таких же ваших коллег, которые ждут своей зарплаты? Ну, очень много там человек 400, только по нашему сумму. Человек 400? Ну, может 500. Я полного штата сотрудника, я не знаю, сколько. Почему дикт заводствовок, вот на ваш взгляд, именно сейчас начался? Почему раньше не начали писать какое-то заявление по просрочке от поддержания? Ну, наверное, уже терпения у людей вообще, как бы, не хватает. С трехмесячной заработной платы. Ну, просило руководство иногда, чтобы подождите, сейчас там что-то решится. Обещания давали и в метрострою, и в городе. Ну, как бы, обещания только. А это правда, что вам за то, что вы будете более быстро работать, ускоритесь как-то по строительству беговой и так далее, обещали еще какие-то бонусы? Ну, вот это я не знаю, я не участвовал на этой станции. А вы участвовали в строительстве стадиона, который сдавался? Лично я нет. А с вашего сумму? Да, конечно. А много человек снимало, чтобы строить стадион? Да, очень много. Поэтому вы сейчас какие-то планы не сделали, и поэтому, типа, мы не выплачивали деньги, да? То есть, вот это одна из причин, которая была называлась? Ну, это я не могу сказать. А сейчас, скажите, наоборот, себе, сколько лет в метрострою работаете? В метрострою я два года работаю, а Сташа вообще работает 14 уже лет. Да, просто не в этой структуре. Почему выбрали метрострою? Не слышали, что какие-то до этого были проблемы? Почему решили туда быть? Не знаю, просто как бы так получилось. Но до вот этих проблем, проблемы начались с какого времени? С весны? Ну, где-то уже задержки длятся около года, такие периодически, но самое вот серьезное, если лето где-то началось. Где-то с июня, да? Ну, я уж так не помню, да. А до этого шли выплаты на периодически? Шли выплаты, задержки были порядка просто месяца, она плавно текла, эта задержка, не особо напрягала. И потом выплачивали все? Да. Скажите, а какие действия предпринимают рабочие, работники, вот в связи с невыплатой заработной платы? Ну, действия у нас какие? Только вот кто-то, как бы, забастовка была, и вот ходим по, кто-то в прокуратуру, кто-то в суд, кто-то, вот сейчас сказали, в комитет трудовых спортов. Других, как бы, действий нет. А забастовки в каком виде проходят? Ну, вот то, что вот показывали до этого, не выход из шахты, а готовка. Будут еще забастовки? Не могу сказать. Как люди соберутся? А у вас все стихийно происходит? Новый и звездный. Все от коллектива зависит, да. Ну, стихийно, вот сейчас решили не выйти и не вышли, да? Не запланировались. Ну, если вот столько наобещали, и в результате деньги пока не выплачены, я думаю, что могут быть очередные не выходы. То есть сейчас вы готовы ждать две недели опять? Очередние две недели. Ну, сейчас, я так понимаю, праздники и работать тоже ни банки, ни судебные приставы какие-то дни не будут. А ждать нам, только ждать, получается, остается вот это время. А вы лично сейчас работаете? Лично работаю. И вот ваш коллектив, где вы работаете, работает. Это в том, что деньги не платятся. Уже сколько времени вам не платится? С сентября месяца. Там закон же, трудовой кодекс, позволяет приостановить работу, уведомить работодателя, что это по 142-й статье Трудового кодекса. Вот почему это не практикуется, скажем, у вас, в вашем коллективе? Не практикуется. Ведь закон же позволяет. Если я слушаю 15 дней задержка, вы пишете бумаги, причем коллективно написать. Обещание, деньги. Потому вам дальше и задерживают, что вы продолжаете работать, но хорошо, бесплатно работаете. Если бы вы приостановили работу, за этот период, когда вы приостановили работу по 142-й статье, Трудового кодекса, вам обязаны выплатить зарплату по среднему за весь этот период, пока вы не работаете. Вы отдыхаете, вам зарплату платят. А почему же вы к этому не прибегаете? Ну вот, верим на начальство, верим. Получается, вы работаете, кредитуете своего работодателя? Да, так и получается. Так вот, организовать коллективные действия, которые бы и состояли в том, что... Может быть, нет столько организаторов, которые могут сплотить как бы полу. Вот, то есть тут вопрос о вашем профсоюзе. Получается, он бы мог быть организатором, но он, получается, не работает как организатор рабочих за их интересы. А может быть, вы могли бы сами, скажем, создать альтернативный профсоюз? Вот, а почему нет? Таково у вас тогда и... На этих агитациях пока остановлюсь. Спасибо. Ну ладно, спасибо. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok